Я бы хотела для вас зачитать стих Бхагдивьян Гасвами. Может быть, кто-то знает творчество Бхагдивьян Гасвами. У него есть стихи, целая, можно сказать, книга небольшая. Есть особое стихотворение, которое называется «Торговка с фруктами». Интересно, что это рассказывает об одной интересной, важной, красивой линии игры Кришны. Но он вплетает туда красивую философию. И хотя это стих, там глубокая есть философия. Если вы слушаете внимательно, вы ловите, почему «Торговка с фруктами», которая раньше, в принципе, не интересовалась, вовсе жила в Матхури, не вовсе не интересовалась Вриндау, но потом она полностью была привнена к Кришне. Кто-то знает этот стих? Нет, кто-то говорит, кто-то. Это один из моих очень любимых стихов. В Матхури, в богатой Матхури, где бедных нет, несчастных, больных и сирых, жила молодая торговка, веселая, как ручей. Она ходила по городу с корзиной на голове и звонко кричала. «Фрукты свежие, спелые, сочные. Манго, бананы, финики. Подходите скорее, люди. Свежие, спелые фрукты. Покупайте скорее». И люди сходились на голос, звеневшие, как колокольчик, свежие, сочные яблоки, манго, плоды канава, гранаты виноград. Лежали в корзине россыпью, как шемчуга, изумруды, сапфиры, хризолиты, играющие на солнце в пожарах тысяч огней. Она раздавала людям все то, что было в корзине, и счастливо возвращалась, держа монетки в руке. А утром опять ее песни оглашали дворцы Матхуры, где люди не ведали горе и славе царя своего. Люди ее любили, песни ее любили, и она их любила тоже. Даря улыбки в ответ, так мерно катилось время в Матхуре, где меда и золото, так же, как много, как солнце летом. Как снега в горах гималайских, как в Ауганге воды, пока на беду или на счастье кто-то не рассказал ей о сыне царя Гакулы, стороны пастухов и коров. Нет никого прекрасней, Дамодара и Матхуры Кришны, глаза его, как два лотоса, а волосы, как рой пчел. Вот он бежит, как я шел, да запыхавшись, спотыкаясь, боясь, что она накажет веревкой, связав его. В глазах его страх и слезы, и Эшода прячет улыбку и грозит ему хворостиной. Ах ты, разбойник маленький, все равно догоню тебя. Нет никого счастливее, Эшоды, простой пастушки, когда она смотрит на Кришну, когда она доит харине, или взбивает масло, и песню свою поет. Дамодара, Мадыга, Кришна, Хари, проказник лукавый, Кешева с муглокожей, танцор неуклюжий мой, любимая чадо, как улы, воришка масла и йогурта, сапфир в оправе и золото, лучший друг обезьян и барона. Увидеть хоть мгновение, как пляшет маленький Кришна, как он шалит и смеется, как с попугаем беседует, как плачет чуть что-то не так, как трет ручками глазки, как ярошит густые волосы, как пальцем грозит насупившись, или как крутит теленку хвост. Мгновение, все больше мгновения, больше мне не надо, дела мне ждут в Матхури, где любят, так люди меня. Так думала торговка фруктами. С тех пор она зачастила в кокулу. Дорога дальняя, с корзины своей и с фруктами. Берите манго и финики, бананы спелые, свежие, берите скорее люди, все так же кричала она. Вот дом богатого Нанды, дома пастухов и пастушек, деревня каких немало, коров пасут, коровы пасутся мирно, своего да ему нанесет. Вот здесь такое привычное, как везде ничего особого, только время течет по-другому здесь, только мысли иначе текут. Бананы, бананы, финики, все так же звенел ее голос, но сердца в той песне не было, далеко были мысли ее. Где же ты, Кришна? Где ты? Когда я тебя увижу? Разоблась в линодью краткой на сцену, на сына царя Гакулы. Только раз мне больше не надо. Увидеть их снова в Матхуру, где люди заждались меня. Но Кришна играл с друзьями, в хлебу возился с теленком, на берегу темноводной яуны, в песочной строил замки, или спал под сенью Яшоды, под песню Яшоды, убаюканной лаской ее. Что ему это таковка? Бананы ее, эти финики. Она занята. Он слишком занят, чтобы к занятым приходить. Иногда она замечала, по щекам покатились слезы. Быстро, чтобы никто не видел, она утирала и думала, что это со мной, почему все время плачет, почему так замыло сердце, почему стали ватные ноги, не пойму, что творится со мной. Сердце ее замирало от протяжных криков павлинов, когда грозовые тучи застилали блеклое небо, когда звенел колокольчик или слышала детский смех. Кришна, где же ты, Кришна? Шалом мы, куда ты делся? Мальчик мой малолитий, как мне прожить без тебя? Ржавщина с нашего сердца сходит, когда мы плачем, когда тоскуем по Кришне, в разлуке поем его имя и ищем повсюду его. Ржавое мое сердце, пересохшее, огрубевшее, ледышкой в груди застывшее. Мне-то что делать с тобой? Однажды она забыла про фрукты свои в корзине. Шо улиц Матхуровских забыла? Забыла она, кто она и что она, почему она и зачем? Кому нужны мои финики? Все ищут Кришну, ни персики, ни финики, ни бананы, ни яблоки, ни виноград. И голос ее звенящий, срываясь на крик, загрытал, «Эй, люди, берите Кришну, Дамодару, Гавинду, Мадаву, укравшего мое сердце. Хари, Маханчора Хитрого, Яшода, сына любимого, берите скорее, люди, любимца Гакулы, щедрой страны счастливых коров. Пусть он украдет ваше сердце, растаявшее, как масло. Берите, не пожалеете, скорее же берите его». Тот самый голос хрустальный, оглашавший дворы Матхуры, где беда не счесть и золото, затянул бесконечную песню. Говинда, Гопала, Мадава, Шри Кришна, Браджендра, Нандана, Вино, Добихари, Мадава, Шьяма, Сундра, Нандалау. Говинда, Гопала, Мадава, Дамодара, Шри Нанданандана, Расараджа, Радхика, Рамана, Анашьяма, Нандалау. «Кто там поет мое имя? Кто так плачет там сладко? Кто смеется так звонко? Кто так любит меня?» Думал маленький Кришна, протирая глаза с просоток, завороженно слушая песню. Он попрел на звенящий голос, к сумасшедшей торговке фруктами. На слезы ее попрел, на песни ее попрел. Вот он идет, как сломенок неуклюже слегка покачиваясь, улыбаясь чуть-чуть, лукаво и моргая, как светлячок. На нем ожерелье и жемчуга, но сам он прекрасней жемчуга и желаний, чем туча в первой полуденной летней зной. Он идет, к нам он идет навстречу, на наш голос, на песню нашу, чтобы светом улыбки вечности осветить нашу жизнь погасшую, чтобы снова вдохнуть надежду в нас, чтобы умершее воскресить, чтобы сердце наше иссокшее, омертвевшее, истомленное ожило под потоками щедрыми красоты его и любви. Он идет с плюшечной риса, рис сквозь пальцы на землю падает, он протягивает к ней ладони и с улыбкой говорит, «Это ты звала меня, матушка? Это ты принесла мне финики? Я пришел к тебе. Дай мне чего-нибудь, накорми меня поскорей. Дай мне яблоко и манго сочное. Что еще там в корзине твоей? Мата, где была ты до этого? Почему я не видел тебя? Я принес тебе риса вкусного. Пустухи мы, и денег не нужно нам. Мы меняем йогурт и масло на любовь тех, кто любит нас». Он стоял, улыбаясь, ласково, и блаженная мудрость вечности в этот миг осенила ее. Дыбом стали на теле волосы, покатились слезы из глаз. «Что ж ты мешкаешь? Да ничего не будет. Не с пустыми пришел же руками я. Накорми меня поскорей». Апельсины, бананы, яблоки, все, что было в ее корзине, отдала она, как библия в беспамятстве, ничего не прося взамен. Она шла, шатаясь, как пьяная. «Я сегодня увидела Кришну. Я увидела Нанданандану. Макханчуру увидела я». И ее ноги плевись в моткуру. И ее сердце осталось в гакуле. И ее ноги плевись в моткуру. И ее сердце осталось в гакуле. Его голос звучал в груди ее. И его образ стоял в его глазах. «Почему он назвал меня мамой? Где была я? Где жила я раньше? Что несу я в своей корзине? И куда мне ноги несут?» Поставив корзину на землю, торговка в нее заглянула. В плетеной старой корзине, где раньше лежали финики, она увидела росы перубиных алок, жемчугов, сапфиров, топазов желтых, изумрудов, алмазов пицценных и гравших на ярком солнце пожаром тысяч огней. Она взгромоздила корзину снова себе на голову. «Что мне со всем этим делать?» «Подубины, изумруды, а зачем мне теперь?» Она подошла к ямуне, взглянула на темные воды и уронила корзину, глазами проводив ее. Наверное, по-прежнему где-то недалеко от моткуры на дне ямуны соленой лежит изумруды, сапфиры, резолиты, не нужные никому. Что сделалось с нею дальше, об этом никто не знает. Она то смеялась, то плакала, то днями бродила по улицам, падала людям в ноги и тем же хрустальным голосом в моткуре, знакомым каждому, умоляла славить Кришну и волшебное имя Его. Люди на дне потешались, соседки ее жалели. Кто-то чуть-чуть поплакал, кто-то плечами пожал, но вскоре они и забыли, чему не бывает в мире. Кто-то живет спокойно, сыто, тихо и мирно в моткуре, где правит камса, где вдоль мёда и золота, и счастья хватает сил. А кто-то все еще ищет чудо, как будто с луны свалился все, и ищет чего-то, и ищет, пока не сойдет с ума. Ищите же добрые люди, ищите ни мёда, ни золота, ни финики, ни бананы, ни царства богатого камсы, ни блеск драгоценных камней. Ищите любовь в своем сердце, в том царстве, где правит Кришна, где мирно коровы пасутся, где нам-то довольны смеются, и песни мешок поет. Там реют теплые ветры нежности и свободы, там светит доброе солнце в мудрости и любви. Река сознания чистого в потоке, воправшая милости, безмятежная, полноводная, в том царстве волшебных течет. Ищите добрые люди, ищите туда дорогу, ходите по улицам пыльным, и имя святое славьте. Эй, люди, берите Кришну, Дамодару, Гавин Думадову, берите же скорее, не пожалеете. Жипа Тибьянга, с вами Ки Ча. Называется песенка «Вспомни, вспомним, вспомним тебя». Это когда-то московская группа пела эту песню, очень давно, давно лет, я не знаю, 20 назад, наверное. Песенка смешная и хорошая, приятная. 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 Песенка смешная, приятная. Песенка смешная, приятная. Песенка смешная, приятная. Песенка смешная, приятная. ПЕСНЯ 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 Веселый, дружный хоровод, танцую весело кружась, А с неба падают цветы, прославляя все тебя. Рам, кари, рама, каэр. Кише кришна, кише кришна, кише кришна, кише кришна. Дорогие кришны. Это, конечно, что-то привидится тоже. Сейчас нужно обязательно прославить Несимхадева, хотя бы коротко, Несимхадева, и потом обязательно получить Даршан, и обязательно помолиться в этот день Кришна Джаммаштами, поблагодарить Кришну, что мы помним сейчас о Нем. Понимаете? Спасибо, Кришна, что мы можем быть на этом празднике и прославлять Тебя. Так что сейчас Несимхадева, Кришна Джаммаш, Кришна Джаммаш. Ирина Джаммаш, Кришна Джаммаш. Самый вулкан. Ирина Джаммаш. Ирина Джаммаш. Самый вулкан. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok